МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Курзимское телевидение с программой «Взгляд из Венсполса» события «Люди-мнение» в студии Татьяна Саксаганская. Согласно закону о соблюдении пожарной безопасности в обязанности каждого входит не допускать возникновения пожара или деятельности, которая может повлечь за собой это несчастье. Кроме того, находясь в каком-либо строении, при звуке сирены пожарной сигнализации необходимо незамедлительно эвакуироваться. Чтобы позаботиться о пожарной безопасности своего дома, необходимо уделить особое внимание следующим правилам. В 2020 году вступили в силу правила, согласно которым в каждой квартире, в каждом доме должны быть установлены дымовые детекторы. Это относится и к квартирам, и к домам. В доме хорошо установить дымовые детекторы на каждом этаже. Стоит упомянуть о том, что дымовой детектор должен соответствовать европейским стандартам, и он должен быть сертифицирован. И устанавливать его надо в помещение, где может возникнуть пожар. Стараться его надо установить так, чтобы рядом с детектором ничего не находилось. К тому же, раз в 10 лет необходимо проводить проверку электроинсталляций, измерять сопротивление и насколько нагреваются контакты. Пожарно-спасательная служба подчеркивает, что не стоит подключать приборы к удлинителю, который, в свою очередь, уже подключен к другому удлинителю. Конечно, такие приспособления, позволяющие подключить к одному источнику сразу несколько электроприборов, облегчают жизнь, но если в конкретной зоне не хватает мест для подключения к электросети, такой вариант может вызвать ее перегрузку. Стоит помнить и о том, что есть такие электроприборы, которые нельзя надолго оставлять включенными. В частных домах должен быть в наличии и огнетушитель. Минимально один. Его надо установить в том месте, где его хорошо видно, где он легко доступен. И важно посмотреть, можем ли мы его использовать, чтобы не было так, что он просто красиво стоит. Важно, чтобы мы могли им пользоваться. Еще нам надо понимать, успеем мы самостоятельно потушить огонь, не угрожает ли это нашему здоровью и жизни. Возможно, вам необходимо покинуть дом, вывести свою семью, друзей и только тогда думать о тушении пожара. Если в доме используется газ, то вытяжка не может быть подключена только к одному естественному вентиляционному каналу. С 31 декабря 2018 года это обязательное требование. Естественный вентиляционный канал необходимо проверять и чистить не реже пяти раз в год. Если используется автономное отопление, то каждый год до 1 ноября необходимо чистить дымоход. Пожарные часто получают вызовы на пожары, связанные с возгоранием дымоходов или что-то с отопительной системой произошло. К сожалению, нередки возгорания дымоходов. Как следствие, загораются крыши домов, так возникает масштабный пожар. Что касается отопительных устройств, то их необходимо чистить, проверять. И это должен делать сертифицированный трубочист, который проверяет и техническое состояние дымохода. Конечно, надо учитывать правила для каждой системы. Смотря что вы используете жидкое, топливо, газ или твердое, но надо помнить, что раз в год обязательно надо почистить дымоход. И раз в пять лет необходимо получить заключение от сертифицированного специалиста о техническом состоянии дымохода. В многоквартирных домах необходимо заботиться о пожарной безопасности и в помещениях общего пользования. На чердаке и в подвале нельзя хранить горючие вещества, курить, мусоропроводы должны закрываться, помещение общего пользования и эвакуационный выход нельзя загромождать. Когда возникает пожар в квартире, это вызывает большой стресс у человека. Люди звонят на 112 и порой не могут вспомнить, в каком городе они живут. Это все и понятно. Но если есть возможность, надо сообщить соседям о пожаре. Но самое важное – оценить ситуацию и понять, успеваем ли мы сами эвакуироваться, чтобы не получилось так, что мы хотим спасти всех, а в итоге никому спастись не удается. Когда вы звоните в пожарно-спасательную службу по номеру 112, важно помнить, что первым звонок завершает диспетчер. Если вы что-то не точно указали и сами закончили вызов, это может серьезно затруднить работу спасателей. Венспилцы пожарные на вызов являются в течение восьми минут. Часто они это делают даже быстрее. В век стремительно развивающихся технологий современным предприятиям остается только поспевать за прогрессом и постоянно модернизировать свою работу. Для предприятия Венспилцрейс введение современных способов работы тоже немаловажен. Недавно в автобусах были установлены современные кассовые аппараты. У нас уже возникла необходимость заменить кассовые аппараты. Кроме того, было и давление со стороны службы госдоходов. Несколько лет назад кабинет министров принял новые правила, касающиеся кассовых аппаратов. Старые кассовые аппараты, которые сейчас еще есть, уже не соответствуют правилам кабинета министров. Поэтому мы были вынуждены купить новые. Раньше кассовые аппараты служили примерно пять лет. Теперь в автобусах можно рассчитаться и картой, что в последние годы стало очень актуальным. Мы и сами очень хотели, чтобы у нас были новые кассовые аппараты, чтобы они были современные, чтобы они быстро работали и были безопасными. Мы шли к этому. Сейчас постепенно их вводим. Еще остались некоторые нюансы. Надо еще некоторые моменты улучшить, чтобы удобнее было работать и чтобы было лучше и пассажирам, и водителям. Надеемся, что новые кассовые аппараты разрешат те проблемы, которые были раньше, и улучшат нашу ситуацию. Мы всегда были за развитие и всегда старались вводить что-то новое и современное, чтобы было комфортно и нам, и пассажирам. Процесс введения кассовых аппаратов для предприятия не был легким, так как для общественного транспорта нужны специфические. А в Латвии до конца прошлого года не было утверждено ни одного подобного оснащения, предусмотренного именно для транспортной сферы. Не было даже из чего выбирать. Мы знали, что есть какие-то фирмы, которые разрабатывают такие решения. Поэтому организовали закупку. Объявили конкурс на закупку кассовых аппаратов, подготовили техническую спецификацию, так, чтобы могли участвовать все известные нам на тот момент фирмы. Важно было, чтобы победили лучшие, чтобы мы купили самые лучшие кассовые аппараты. Конкурс прошел в конце прошлого года. Победитель определился, и теперь мы вводим в использование новые кассовые аппараты. Сейчас новые кассовые аппараты уже установлены в междугородных автобусах, где нет такой интенсивной смены пассажиров. Одновременно кассовые аппараты пройдут тестирование, чтобы в случае необходимости потом можно было их отрегулировать. «Могут возникать какие-то моменты, когда что-то не работает, или шофер долго слишком, но мы просим пассажиров отнестись с пониманием, все еще в процессе ввода, и в ближайшее время, думаю, все будет работать отлично, все будет хорошо». Водитель каждого автобуса прошел индивидуальное обучение пользования новыми кассовыми аппаратами. Когда Венсполский любительский театр планировал празднование своего 75-летия, появилась идея реставрировать один из спектаклей, который получил больше всего наград на международных театральных фестивалях – это комедия абсурда «Стулья». Абсурдными оказались и планы Венсполского любительского театра. Пандемия празднования юбилея отложила на два года. И только этой весной коллектив вновь смог собраться вместе и отметить свой уже 77-й день рождения. «Они молоды, они самодеятельные актеры очень высокого уровня. У них очень высокий уровень профессионализма. Так было 27 лет назад, и это никуда не делось до сих пор». Пьеса «Стулья» Эжина и ЮНЕСКО была поставлена в 1995 году. В то время режиссером был Иманс Яунцемс, который спустя 27 лет вернулся в Венспол, чтобы восстановить спектакль. «Драматургия и абсурды – это то, что не стареет. Жизнь сама нам предлагает такие абсурдные ситуации. Мне кажется, абсурд вечен. Театр – это беседа. Нам в первую очередь надо понять, понимаем ли мы сами то, о чем мы говорим. Одинаково ли мы понимаем то, о чем рассказываем зрителю. Я не могу заставить думать и понимать». Среди зрителей тоже были те, кто уже смотрел этот спектакль еще в то время. Они пришли на постановку еще раз, но уже спустя много лет. Когда мы 27 лет назад впервые встретились на премьере спектакля на автографе, это было представление молодых актеров в другом амплуа. А теперь мы посмотрим, как этот спектакль играют бабушки и дедушки. Любительский театр играл хорошо. Посмотрим, как они сыграют теперь после пандемии, да и в качестве уже, можно сказать, профессиональных актеров. В 1995 году постановка быстро завоевала внимание критиков и жюри разных стран. Она стала самой титулованной в истории Венсполского театра. Роль в восстановленном спектакле играли те же актеры, что и 27 лет назад. Инната Калнене, Олбис Грезе и Андрис Ласманис – золотой фонд Венсполского самодеятельного театра. Актеры отложили свои ежедневные дела и принялись за реконструкцию спектакля. Иманс требовал от меня очень многого. Наверное, всего, что из меня можно достать. Именно он меня сделал такой актрисой, какая я есть сейчас. Он действительно был, есть и, надеюсь, будет моим самым главным учителем, который смог открыть меня как актрису. Если посмотреть, то актеров в моем возрасте, тех, кому за 50, нет. 90-е годы прошлого столетия – это время особых достижений для Венсполского театра. Сильная труппа, великолепные постановки, призы, заграничные поездки на фестивали. Режиссер Иманс Яунземс не боялся экспериментировать. Спектакль «Стулья» – это был такой эксперимент. Мы накануне премьеры еще что-то меняли и до конца не знали, что из этого получится. Мы поехали тогда в Ригу, и рижане дали нам первый приз. Тогда приз получили постановка «Я и режиссер». Это стало большим сюрпризом. И неважно, большая у тебя роль или роль без слов, ты просто три раза вышел на сцену. В далекие 90-е труппа Венсполского театра гастролировала с этой постановкой в разных странах и хорошо принимали в Литве, Эстонии, Финляндии и даже в Южной Корее. Тогда режиссер дал провокационный эпиграф постановки «Кладбище полны незаменимых людей». Спустя почти 30 лет этот спектакль на общем фоне происходящего в мире звучит еще острее. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Курзомское телевидение ищет сотрудника для работы над программой новостей на русском языке. Требование – умение переводить с латышского языка на русский. Если вы общительный и готовы окунуться в увлекательный мир телевидения, присылайте CV на адрес электронной почты ктв-эдкурзомств.лв. Дополнительная информация по телефону 29-637-861.